США впереди планеты всей, когда речь идет о массовой слежке и масштабном сборе информации. Однако Бразилия начала диалог о будущем интернета. 600 делегатов из 85 стран мира приехали в Сан-Паулу, чтобы принять участие в двухдневной конференции, на которой будет рассмотрен проект создания стратегических принципов использования и развития киберпространства. По словам организаторов, конференция NetMundial была созвана в частности из-за масштабной слежки американских властей и влияния этого на частную жизнь. После шпионского скандала с участием АНБ Бразилия призывает ООН принять резолюцию, в которой признавалось бы право человека на частную жизнь в интернете. Напомню, из документов, опубликованных Эдвардом Сноутеном, стало известно, что АНБ следила за властями Бразилии, включая президента страны Дил Мурусов. Четыре десятилетия власти США осуществляли основной контроль за сетью через некоммерческую организацию ICAN. Она отвечает за регистрацию доменов верхнего уровня, поддержку системы доменных имен и управление корневыми серверами сети, содержащими DNS-данные. В марте ICAN объявила о разработке нового подхода к управлению интернетом с участием всех заинтересованных сторон. Эксперты заявляют, что в связи с масштабным кибершпионажем со стороны США необходимо, чтобы больше стран принимало участие в обеспечении и защите конфиденциальности в интернете. Конференция NetMundial началась с переговоров между США и другими странами по контролю над интернетом. Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет принятие мер против слежки. Однако, по некоторым данным, США отказываются обсуждать любое ограничение государственного контроля над интернетом. И тем не менее, организаторы конференции в Бразилии заявляют, что намерены расширять дискуссию об управлении интернетом, которая пока только началась. Марина Портная, РТ, Нью-Йорк